Ну вот это вы, это, это, здесь их нету. А это за что тебе такого героя? Потому что я хотел бы твоих, но они их нету. Потому что они такие герой. Тетя Настя что-то выбирает. И вот такой, и вот такой. И вот здесь мы еще вот такого. Хорошо, хорошо, малыш. Это за хорошее поведение то, чтобы неделю хорошо себя вели, да? Да? Да. Ты же не снимаешь? Нет. Мы ждем свой заказчик. Это у Насти подружка Наташа, с которой меня влоги снимают. Чего ты грустишь? Ну-ка, поднимай голову. Тут кака. Вот смотри, видишь кака? Вон птичка накакала, видишь? А ты сидела. А Настя шапку положила. Я шучу. Вот 24. Наш заказ готово. На. Дети там, сразу быстренько распечатывать. Че Слава попалась? Ну-ка давай, покажи синенькое. Че ты хотел? Че это вообще такое синенькое? Это как большой. Ну ты потом обзор сделаешь дома? Все, с вас обзор на канал на ваш. Такие вот взяли. Вот это. А это все наше остальное. Ну. А это все наше. Вот оно. Да, так это твоя. Это под мусор? Да. Ну все, приятного вам аппетита, детки. За хорошую учебу вам. Кстати, в Америке бомжи это едят. Знаешь, как это, Настя? У нас это домашний ресторан. Давай заснимем. Че там, Настя? Че-то выиграла? Давай. Косы, ты настолько пустын, да. Мгновенный выиграл. Мгновенный выиграл, да? Косы, нравится. У тебя че-то выиграл. О, круто. А че? Тоже че-то выиграла? Матчика, поспать в воду. А ты оставь, вот через неделю, если вы еще хорошо будете себя везти и учиться. До какого он годен-то? До какого? А ты иди уточни, а если он годен еще в следующий раз, тогда вы уже наелись. До 31-го, 12-го. О, так это еще месяц годен. Поэтому ты сейчас прибери его. И все, если через неделю вы хорошо себя будете везти, через неделю сходим еще раз. Халява. Сейчас-то вы уже наелись, зачем вам еще? Не надо. Так, че у нас? Уже слава выше, 111 сантиметров слава. Мы в туалет пришли. Такой высокий. Ты закроешь глаза? Да. Доброе утро. Вот. Давай, на, покажи. Засними у папы ручку. Вот папа тоже сходил. Вот сейчас ручку, видите, перемотали. Тоже получается замотали. Это просто замотали? Да, ну кровь взяли и замотали. И замотали. А Мася тоже замотали. Скажем и расскажем. Давай. Не больно тебе было? Давай. Что тебе дали за то, что ты сходил и сдал из ручки кровь? Вот. А было страшно или больно? Ну чуть-чуть больно так. Ну не страшно? Вот молодец. Давай. О, смотрите. Машинки. Смотрите, сейчас настроятся. Ну-ка, подержи, подержи. О, вот такие машинки засмеялась. Диплом с отличием то, что Слава не плакал. Слава даже не сплакал ни разу. Смотрите, вот глазки у него. Ну-ка покажи. Увидите, скажи. У меня нет слезок, да? Скажи, я не испугался. Я уже большой, да? Так. Но было больно. Диплом это один папин. Получается, было больновато, но мы стерпели. Они все разные, смотри, получается. Вот здесь кисточки. А у Насте дали Машу. Вот. А Славе дали Нюшу. И дали еще вот таких, получается, утят. Это мультивная история, мультик. Слава посмотрит сегодня. Слава ни разу не смотрел? Нет, я смотрел. Это мой любимый мультик в детстве был. Я смотрел. О, мультивную историю. Слава смотрел тоже. Там такой жадный скруст Макряк был. Макдак и Макряк. Макдак, да? У нас все классные серии. Вот, из венки. Так, смотрите, и все. У папы тоже, да? Да. И у меня уже прошло. У Насти можно снимать. Сними, Настя. Помоги, Насте, снять. Ты можешь? А уже можно. Насте уже можно снимать. А я боюсь. Ну, давай, я сниму. Там нет крови уже. Все. А у меня? У тебя? Ты же позже делала, тебе надо попозже снимать. Вот так вот, давай. О, видишь? И все, у Насти нет уже там. У Насти есть татушка игрушная. Татушка, это машинный день. Зачем ты сдал контору, да? Ну, ребят, мало, все спали. Поэтому такие растрепанные. У нас единственная организация, которая работает, получается, по воскресеньям. Вот. А теперь папе-то. А папе-то снимешь? Давай ты снимешь, папе. Давай. Тут печенки можно повесить. Лава любит здесь печенки есть, да? Сейчас водички пьем. Все, видишь, Настя мне развязала. Все, видишь, ничего нету. Видишь? Все, ничего нету. И у тебя там потом развяжем, тоже пройдет все. Ну, пока оставим, дома развяжем, да? Ты же позже всех как бы сделал, да? Так ведь? Слава, что ты хочешь сказать? Так, я приеду в доме. Нам Слава сейчас вышел, сказал спасибо, что вы были со мной рядом, да, Слава? Вот такая клиника. Я не знаю, ребят, это сеть получается. Вот. Давай, обувь все снимем. Давай. По ручку. Ребят, как вы поняли с видео, мы приболели, да, Слава? Да. Вчера Неждан, Негадана, у него 39 температура. Вот. Вызвали скорую помощь. И я доехал быстрее опять скорой помощи от Маринке с другого конца города. Вот, приехал. Все, я на температуру сразу сбили. Ну, сразу, как бы, это, у нас лекарства уже есть проверенные, то есть мы сбиваем. Вот. Потом приехала скорая, в принципе, подтвердила то, что у нас, ну, простуда, короче. Что это, горло, как бы, рыхлинкое, ланды большие. То есть, в принципе, как бы, в садик ходит. Врач, Настя поднимет, поднимет, поднимет. Врач, у него тоже ребенок, он говорит, ну, это, говорит, сразу же стабильно, говорит. Весна, осень, говорит, дети там в садиках болеют. Ну, потому что водит маму всякие. Ну, на мой стороне, может, опять же, сейчас попытаемся понять, ребят, да, что человеку может оставить не с кем, да. Другой вопрос, ребенка, получается, отправляет в садик, да, у нас в многих случаях таких, что антибиотики ребенку дают мамы, и отправляет его в садик. Он в соблях, кашляет, в итоге заражает, получается, других детей и сам потом уходит на больничный. То есть, в итоге-то все равно на больничный выходит, но за собой зацепляет, получается, полгруппы. Ну, вот, на слава, как бы, периодически. Ну, что, когда я его привел в пятницу, женщина кашляла, сидела, вот, рядышком с нами, я уже даже вот отодвинул, и ребенок у нее кашлял. Ну, как бы, в садике, в группе, вот, я снимал там зайчиков, и не помню, что я снимал. И все, и вот, как бы, славянка. Ну, сегодня у нас батюшка приедет квартиру освещать, я постараюсь заснять это, и Татьяна Владимира, вот, это пульмонолог, главврач, это вот у нас, это с кминьки. Вот, она приедет, его послушает тоже снова. Ну, вчера таблетки, в принципе, все купили, сейчас его уже лечим. Ну, что, вчера набегал с вечером. Давай, на все, сади его, сади смелого мужчину. Хочется хорошо знать, что сказать. Как бы, в отношении вот этой клиники. Потому что я подошел, говорю, девушка, надо, как бы, это, она говорит, да, 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 сейчас. Что, типа, меня начало взяли, винтиком замотали. Потом Насте, типа, взяли, винтиком замотали. Ну, как бы, и ему уже было не страшно, он такой, говорит, я последний, типа, пойду, ну, давай. То есть нам винтиками замотали, то есть подождали там полторы минутки, да, дали грамоту мне, Насте, получается. И потом уже Славка зашел, он уже не боялся. Вот, вот, ребенок после нас заходил, я ржал, просто ревел. Он, ну, больно, то есть ему даже не больно, еще даже уколом стояли, ну, как вот эту кровь не брали, он уже кричал. То есть вот психологический этот фактор, то, что, как бы, мы зашли, первый я зашел, потом Настя, типа, нам не больно, мы такие, все, и вышли, ля-ля-ля. Ему как бы сыграл так, что он даже не понял, я ему глазки закрыл просто, ему из руки кровь, извинно взяли кровь, и все, на этом, в принципе, закончилось. Я, ребят, спал сегодня полтора часа всего, поэтому вот такой вот у меня вид. Дежурил, потому что мерил температуру ему, вот, ночью. Наску утром уже разбудил, и вот поспал полтора часа, до полдесятого, пол одиннадцатого вот сюда в клинику приехали. Еще рецепт записал. Поэтому выгляжу немножко такой помятый, но ничего, потом буду пободрее. Сейчас поехал, кстати, чикин, 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 Наске, Славке. Сейчас возьмем, получается, этих картошки фри, курочки, ну, что-нибудь такое, надо же, ребят, как-то это поддерживать, так сказать. Ребята, не обращайте на внимание, что я такой помятый. Приехал в чикин, заказал, получается, четыре больших картошки, Татьяна Владимировна приехала к нам. Сейчас Славка, когда раз, посмотрит, четыре больших картошки, заказал, это у них как-то называется, курица, вот, круглешочками, которая, как-то попкорн называется, типа, два больших попкорна заказал, и тортилью, ну, сейчас заточу с утра, пока жду, и чай выпью. То есть дети-то заказывали именно, как бы, картошку, три больших картошки, и вот эти, такие курицы, круглые. Вот, и тортильи не очень-то любят. Ну, что, ребят, мега-завтрак, видите, там, как котлета огромная, такое праздничное настроение. Чайкин, конечно, это очень вредная еда, ну, ребят, ну, хочется, потому что, говорю, меня не с обожаем, надо поесть, попить вот чай, привести себя в порядок, потому что омаренько сейчас отгарю, даже не могу ниточку поймать, вот этот чай. Я умотался, короче, за последнюю неделю, а еще последние, вот, полтора часа, так, увы. Мяса много, котлет много, курица, говядина, кетчуп, иди там. Это мега такая, небольшая. 180 рублей стоит такая штучка. О, это здорово. Блин, детки. Маленькие детки, большие проблемки. Что, ребят, кто на больничный тоже ушел? Ребят, я знаю, вчера другу звонил, этот фотограф-то, который, Дима. С это воспалением легких. У нас в Перми очень много сейчас воспалений легких. Причем ходил, говорит, ничего не чувствовал даже. Пришел, отправили к врачам, все. Вкусно, ребят. Ладно, не буду вас соблазнять. Доем. Картошку заберу, домой поеду. Эй, ребята, всем привет еще раз. Моришка, выписываться. Сегодня с Сашкой в клинике. Врач попал соответственный. Сказал, перед тем, как выписать, я все-таки вас сложу в нейрохирургу. Еще одному. И возьмем официальное, как бы, заключение, что было. Консультацию. Третья-десята просто так, я вас не отпущу. Говорят, что вы, говорит, владели всей информацией. И, говорит, ну, там, профилактика. И третий-десята, чтобы не было в дальнейшем никаких таких проблем. То есть, вот, представляете, вот это я понимаю. Ну, действительно, Моришка, говорит, такой ответственный. Он уходит очень поздно. Пока всех не обижает. Потом в роддом еще ездит. Я так понял, что там что-то проводят, какие-то мероприятия тоже. То есть, такое, как бы... Я отблагодарил человека. Обязательно. То есть, всех врачей, даже УЗИ-ста. Всех отблагодарил ребят. Так что, вот, сейчас жду своих. Кресло уже вон стоит. Сашку ждет. И поедем мы домой. Славянка заболел, блин. Я говорю, дети не дают нам расслабиться. Я, получается, спал сегодня, ну, дай бог, там, часа четыре с половиной, может быть. И так украдкой где-то в машине там дремал, потому что со Славкой смотрел температуру. Пришли анализы. Сейчас будем курс антибиотиков пить. Короче, все болеют. Ну, обидно то, что в садик водят, получается, с соплями, вот с такими, с пузырями. Я говорю, с мамой одну тут разговаривал тоже. Не знаю. Никто не слышит, как бы. Хотя, с нашей группы нас мамы смотрят. Наверное, в том же некоторое состояние, что приводят здорового ребенка. В итоге ребенок там день-два и уходит на больничный. Потом мне рассказали воспитатели тоже, что у многих детей водят вообще, как бы, дают антибиотики и вперед в садик. Ну, видимо, оставить не с кем. Но в итоге дети за собой забирают других детей. Ну, в смысле, заражают. Вот такая вот ситуация. Так что Славянка у нас сейчас будет как минимум недельки две на больничном. Потому что малыш дома. Как бы не хотелось бы дома устраивать карантин. Такой, как конкретный прям. Поэтому пускай выздоравливают полностью. Вот. Буду с ним гулять. Там будем восстанавливаться, чтобы он в садик здоровый шел. В больнице, чтобы рядышком Маринка только команду дала. И сразу же их сбрать. Салфетками уже весь салон протерт по непоразумам. Там, видите, валяется салфеток. Специально там бульные салфетки у меня. У меня тут целый запас их. Ну, как бы специально для пластика, для чего он тут. Для стекол, для пластика, для кожи. Вот. И все. Этот надравливал салон. Хоть он и чистый, он не грязный был. Машину недавно мыли. Ну, это решила все-таки еще раз. Как бы так, малышка у нас тут садится. Надо все. Вот. Потом Слава тут удивился. Ребята тоже удивились. Увидели у меня эти салфетки. Я на пол-то покупал. Не знаю, я показывал. Не показывал. Вот видите, красный. Ну, не красный в смысле это. Вот. И везде у меня такие под ноги я бросаю. Я рассказывал в прошлом видео вроде про это. То, что не было в машине воды. Вот. Как бы они впитывают. Я их потом выжимаю. Руки помыл. Все хорошо. И в машине нет грязи. Всякие. Не дышишь всякой ерундой. Влагой. Вот такая вот ситуация. Славка удивился. Говорит, что, можно вставать? Я говорю, так, ну, Славяна, под ноги специально говорю. Что, говорю, грязи не было в машине. Вот. Что вам еще рассказать? Что вам еще рассказать? Сейчас маленько придет, все расскажет. Я, видите, просто сегодня в таком состоянии, что. Ну, как сегодня. Я все недели в таком состоянии, как нарик какой-то. А-а-а-а-а, как же. Вот у нас пермская краевая. Блин, цена считается как бы лучше у нас в Перми. Такая вот, как бы, новенькая. таки большие коридорчики на где-то у хирурга палате все пакеты забрал один пакетик остался небольшой встретил врача хороший нейрохирург вообще хороший врач узи который делал врача то есть они вместе были они мне заверили что сейчас все получается это посмотрит еще раз выписку дадут ответственные такие люди я говорю не против всего здесь по такому большому коридору пошаги намотаю мне надо это калорий сжечь нет конечно ходить вежливые хорошие вот хожу учить или сидите до конца не открывается перелом у меня свое время был челюсть дает оси знать периодически поспал сегодня неровно на подушке и получается челюсти до конца не открывается в течение дня отпустит и поэтому немножко говорю невинятно бывает становимся старше болячки все вылазит это вот жду в привкушении маринка тоже будет уже в обуви уже ждем говорит что сейчас очень очень ждем чтобы это время как биться скрасить и калории сжечь на матовые круги где-то тысячи три уже шагов сделал достаточно хорошее количество сжег уже калорий надо тысяч 10 сделать сидит и видит все маринка приехала я по магазинам все как обычно загрузили меня что нужно купить сидят машине командует я покупаю как всегда и и и и и и и и